небольшой анпакинг снова снова запчасти на победу сегодня съездил на почту забрал посылку вот такая вот посылка ребята огромная просто огромная как подушка как будто какая и так сейчас ее вскроем посмотрим что там пришло на победу огромный пакет может быть он нормально открывается и не надо пользоваться ножом почти нормально открывался пакете больше ничего нет хорош пакет под мусор пойдет вызовная панель для видеодомофона более как раз панель ней нужно у меня звук пропал начнем с маленького все в газетке культурно упаковано друзья это вот ручка ручка переключения передач на руле на победу потому что у меня и родная стоит ручка да с небольшим дефектом она вроде целая сейчас попробую и сейчас как скрою все попробую и наживить так далее друзья скрываем скрываем нашу посылку я только что тарифы дорогие с москвы заказывал с москвы до области доставка 460 рублей не знаю с чем связано в машину у меня исправно было сам бы смартфон да прям очень дорого в принципе да продавец упал на совесть спасибо 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 за это огромное обеда не знаю то есть и самое основное не хватает у меня нервов все это размазывать вот как он засунул тут я вспомнил кажется приболел друзья немного с температурой насморт кашель сейчас кое-как силы взял в свои руки съездил до почвы сейчас я его распилу пока не упаковано на соль так друзья догадались уже что это? это у нас победовский руль вот он руль на победу на газ м20 так ничего тут нет больше ничего нет от 3 серии в хорошем неплохом состоянии вот здесь даже на них год должен указываться но не видно я смуткой краски сделаю потому что все равно красит под цвет кузова буду вот так вполне вполне достойный руль не надо перезаливать может быть единственное что сделаю это я покрашу покрашу вот этот пластик так друзья так руль у меня от Варшавы стоит вот он победовский так следующий момент руль пока в сторонку не берем нас победу у него вот бардак человек старался спасибо ему огромное скидку сделал изготовал хорошо и отправил да и вообще приятный очень тоже у вас вот это у нас вертикальный накопитель тонированный вертикальный накопитель что это такое вертикальный накопитель ну даже не знаю честное слово на ум приходит то что какой-то подогреватель подогреватель вот вот она средняя часть от руль смотрите это средняя часть хромирован в хорошем состоянии в достойном очень и сама имблема М20 красотища так все это ставится вот так вот красота вот такой вот руль просто красавица просто вот и вот она ручка КПП так сейчас попробую выкрутить ручку КПП потому что резьба медная внутри что-то она мне не нравится так у меня здесь пока вот стоит я не знаю даже от чего ребят эта ручка сначала вообще уазовская стояла здесь она даже по резьбе не подходит я ее просто наживил так что-то тоже как-то не особо не особо давайте вот залезла вот она родная КПП красотища красотища друзья ну руль мужики просто красавица вот всегда мечтал победовский руль это просто классика теперь друзья что мне еще нужно механизм сигнала сам докупить и все руль готов друзья о мой руль от Варшавы вот победовский да такой же он такой же по-моему ну чуть-чуть по по длине ой побольше вот я так прям красотища 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 ништяки 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 на победку пока на заднее сиденье его положу пускай ждет своего часа вот ну вот друзья на этом пока все дальше продолжаю искать запчасти на победу может ребят у кого что-то есть кому-то что-то не нужно пишите мне пишите в личку в директ в инстаграм в ВК где угодно со мной связь на почту запчасти нужны все на победу продолжаю рубрику запчасти для победы опять съездил на почту с утра забрал свою посылку сейчас с вами ее открою покажу что там прислал мне высокоуважаемый Алексей который присылал мне руль и ручку коробки передач нож для анпакинга и аккуратненько как и по хоршую немножко отстрелить вот человек постарался смотрите все малярным скотчем залепил так главное сейчас не испортить посылку надеюсь то что почта россии не подвела и посылка пришла в целости и сохранности потому что здесь кое-что хрупкое вот человек вроде писал упаковал хорошо если бы ее там какую-нибудь убить не кидали на почтанке вот так коробки еще одна коробочка интересно из под чего добавка пищи приходит непонятно так убираем а то придадим огню помощь ножек помощь нам нож и а и а и и Вот так вот, хорошо упакована, спасибо Алексею огромное за это. И здесь у нас, здесь у нас приборка, вот они, второсерийные, Победовские. Вот, друзья, это приборка от Победы, КП-7, от второй серии. Ранняя приборка, восстановленная, видите, какая красивая косяк этой приборки, в том, что у нее бита стеклышко, видите. Вот. Алексей также мне прислал новое стекло, сейчас мы проверим с вами. Целое оно. Да, вот оно новое стеклышко, тоже в хорошем состоянии, стеклышко заменю, вот приборка, видите, чем Победовская приборка отличается от приборки от погрузчика. Датчик температуры воды на погрузчике, он начинается от 40 до 100, а на Победе, видите, от 100 до 40, то есть наоборот. И также вот эти вот повороты, вот эти вот указатели поворотов на Победе они красные, а на погрузчике они зелененькие. Вот у меня от погрузчика стоит приборка, вот КП-7. Так, друзья, и вроде, так, не пойму, вроде 0,54, не знаю, 54-й год, возможно. Так, гаечки все на месте, так, амперметр, амперметр живой, потому что болезнь, что на москвичах, что на Победах, это амперметр, подгорают контакты. Вот такая вот, друзья, посылка пришла интересная для Победы. Потихонечку запчасти ищем, нашел уже оригинальное зеркало, тоже Алексей продает, вот уже заказал себе у него. Погода у нас вот такая вот уже, 1 марта, днем плюс 5, ночью где-то минус 2. Друзья, почему сейчас не занимаюсь Победой? Потому что меня тут немножко притопило. Зашел позавчера в гараж и вот такая вот картина. Это просто жесть. Откуда взялась вода? Вода взялась с крыши, вот даже видно, видите, вот этот вот шов, вот этот шов, и там вот видно даже просвет, хотя весь он на герметике этот шов у меня. Затопило гараж, принято уже решение, собираюсь новый профлист покупать, хочу сплошняком купить 420 профлист и летом перекрыть крышу, потому что как дожди вот с этим швом я мучаюсь. Уже и брус подкладывал, и склон стек получается хороший, все равно он протекает. Почему я объяснить это не могу? Я не кровельщик? Не знаю. Вот и сам прикол, друзья, вот он, вот он удлинитель 220 вольт. Он в сети был, он был подключен в сети, вот я его выключил, выключил уже когда заметил. Я здесь походил по этой воде, меня током не ударило, все нормально. Вот видите, баллон газовый в воде, компрессор в воде, хорошо сварочник поднял. Такой вот бардак здесь, это кошмар просто. Победа вроде... Победа вроде ничего, не гамок, вон колеса только задние. Сегодня, сегодня буду устранять эту причину. Победу выгоню, и вот двумя ведрами будем собирать эту воду. Уже где-то ведер 100 вынес, но 100 ведер тут как мертвый, Пайпарка здесь уровень хороший. Когда я, когда, друзья, зашел в гараж, здесь запросто мыться можно было. Не то, что мыться, здесь можно было запросто УАЗик вместе с Победой помыть. Вот такое получилось видео. Всем спасибо за внимание, всем здоровья, всем удачи, всем пока!